Место встречи – музейный центр. Здесь Краеведческий расположился на двух этажах. Очень символично, что пресс-конференция в преддверии юбилея музея прошла в окружении выставки «Созерцание». Автор фотографий – сотрудник учреждения Александр Заика. А некоторые экспонаты сотрудники музея вообще привезли с собой с раскопок. Археологические экспедиции давно стали страстью директора и некоторых научных сотрудников музея. В современном понятии музей – это не просто хранилище предметов. Современный музей, как сказал наш президент на одном из музейных форумов, назвал их хранителями генетического кода нации. Музеи сохраняют историческую память. Они сохраняют память о месте, территории, где то или иное поселение возникло. Наш Сургутский Краеведческий музей, он, конечно же, хранит память не только о городе, о территории, но и о людях. Это самое главное – те, кто этот музей создавал, простите, город, строил и созидал. Загружаемся в автобус, едем в дом музея Фармана Салманова. Журналисты бывали здесь не по одному и даже не по десятку раз, но все равно постоянно открывают для себя что-то новое. Наша коллега, а по совместительству старожил Сургута Людмила Захарова, сразу разглядела, что стены дома музея украшены статьями и фотографиями под авторством ее отца. Да еще и обстановка, как в доме ее детства, способствует ностальгии. Я не могу, у меня даже потрепещет эта душа. Здорово, конечно, как домой, потому что это же все обстановка того времени. А я-то человек уже не молодой. Ну вот еще Захаров, статья его, пожалуйста. Здесь такие разведчики нет, а здесь надо перефотографировать. На территории еще много чего интересного. Есть болоты, ходы и машины, которые так помогали геологам-шестидесятникам. Есть и жилой вагончик образца 80-х-90-х годов. Такие изготавливались на заводах специально для Севера. Здесь мы специально для удобства работы с посетителями сделали одноэтажные кровати, так скажем, потому что в целом для увеличения пространства, проживания делались двухъяручные кровати. И если это был типовой чисто жилой вагончик, лежаки были с двух сторон. То есть вот в таком помещении могло проживать от 4 до 8 человек. Едем дальше. Два структурных подразделения Краевеческого стоят совсем рядом. Центр патриотического наследия и купеческая усадьба. Все, что находится в этом доме, нами восстанавливалось по крупицам. После реставрации, то есть до этого не было никаких предметов, все закупалось, восстанавливалась. Обстановка, ну, досконально так все. Тогда же вот как раз коллекция кузнецовского фарфора формировалась, мебель, вся обстановка, текстиль. В Центре патриотического наследия выставка уже много лет неизменна. Это фотографии и атрибуты военных лет общественной организации «Фронтовые подруги». Даже музыкальное оформление тут соответствующее. Чтобы привлечь молодежь, здесь организовали новый квест. Проводится небольшая экскурсия для наших юных посетителей по выставке «Я волонтер». Рассказывается, что же такое волонтерство, добровольчество. И таким образом мы предлагаем нашим посетителям примерить на себя роль добровольца. И объясняем такой момент, что у нас это штаб, и здесь на нас напали ночью и выкрали все наши данные о участницах Великой Отечественной войны. И предлагаем посетителям найти эти самые данные. Хлебом с солью встречают в усадьбе купца Клепикова. А дальше только самые любопытные факты о сургутском быте пару веков назад. Например, кладкой печи занимались только женщины. А печку также использовали как баню. Также в усадьбе купца Клепикова можно провести ритуал для исполнения желания. «У нас есть такое поверье, что поскольку человек был богатый, то подержавшись за эту ручку, исполнив определенный ритуал, правой рукой нужно погладить кармашек, либо сумочку, либо кошелечек, подержаться за дверную ручку и опять погладить денежки. Наверняка обязательно у вас на хлебушек до всегда найдутся». Закончился пресс-тур вкусно. У самовара с кровяным чаем и плюшками. Екатерина Любешева, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интро Новости.